Ну вот, пришлось срочно вывозить мешотку, потому что кто-то не отдавал, кто-то угрожал расправой в интернете. Кто-то подозревал, что мы его съесть хотим и бешеные деньги на нём сделать. Вот такой красавчик, приглядитесь, может быть кто-то увидит в нём своего друга. Да, Мишу-то? Привет, пошла. Привет. Собака-убийца, да, убийца. Да, убийца ты мой, убийца. Ой, убийца моя. Я бы так же лучше не крутила, валяла. Какой грозный пёс. Какой грозный пёс. Идём. Всем привет. Это, знакомьтесь, Миша, но не в кадр же. Это Мишаня, Миша. Я являюсь его куратором. Мы рассказывали, что такое куратор. Вот теперь я являюсь его куратором. История этого пса такая, что осенью он появился в одном из дворов многоэтажек. Он был любимцем всего двора, игрался с детьми. Его подкармливали. Он прожил там всю зиму. Мы пытались его с места пристроить. Искали ему добрые ручки. Пока мы это делали, начались истерические посты в пабликах города. И нам пришлось действовать. В нашем городе обстановка такая, что многие недовольны количеством собак на улицах города. Люди хотят, чтобы власти избавились от них. Многие приступили к действиям. Они просто... Они стреляют собак. Они травят собак по всему городу. Рассыпают отраву. Есть случаи, когда... Очень много случаев, когда собаки погибали. Даже беркованные, стерилизованные. Где люди уже, в принципе, поработали по программе ОСВВ. Их просто отравили. Причем собаки были реально адекватные, добрые. Никому не... То есть не угрожали. Нам пришлось действовать еще и потому, что мы вставим скрины с комментариями, которые писали люди. Но только люди ли это, я не знаю. Потому что писать такое... Не знаю, что должно быть у человека в голове. Поэтому нам пришлось срочно, в срочном порядке вывезти Мишу. Найти ему передержку. Вот. И теперь мы являемся кураторами и ищем ему дом. Это вот собака-убийца. Очень грозная. Которая может всех убить. Своей лаской, да. Сколько ему... Сколько ему... Он молодой, ему года полтора максимум. Но он шикарный, пушистый такой. У него на лапках он... Он шикарный, не поднял. Как он лапа такая прям... Штанишки у него. Да, прям разноцветные глаза. То есть полностью пацан укомплектован. Шикарный хвост. И когда сегодня кастрация будет у него? Нет, не сегодня. Дело в том, что вчера была на работе. Он снял карабин и побежал. Пацан привык к воле. Он же не понимает, что мы из благих намерений посадили его на цепь. Где-то закрыли. Он пробежал по всему Южному. Мы написали пост. Очень много было откликов. Люди писали, что видели на разных улицах. Вот. Спасибо Татьяне с мужем. Они его закрыли в своем дворе. Нам позвонили. И мы вечером приехали, его забрали. Да? Ты погулял? Ты погулял? Вот если бы ты не гулял, был бы с колокольчиками. А сейчас мы тебе их отрежем. Нет, и не проси, не оставайся. И не проси, не оставлю. Не оставлю, я тебе их. Шикарный пес. Прям во двор его прям вообще клево. Он все холода пережил. Просто во дворе ему стелили подушки. Да ты и на меня что ли? И на меня. Ой, и на меня. Его брали люди в себе. Но как бы он стал щемить собаку вторую. То есть показывает доминантность. Но он должен все равно быть один. Да, его от него просто вышвырнули обратно. И он под теми окнами так и сидел. Он был единственным во дворе. Но как бы могли просто-запросто и отравить. И там были комментарии, что давайте приедем отравим. И перережем сонную артерию. То есть, ну это просто жесть. Сейчас он в безопасности. И мы ищем добрые ручки. Ну пошли, пройдем. Причем собака знает поводок прекрасно. Собака очень умный. Мишань. Я же говорю, что ты умный. Что делаешь? Вчера пока шли по частному сектору. Там собака за забором лаяла. Он прям встал в стойку охранять меня. То есть он хороший охранник. Но мне кажется, он в высоту, в ширину еще подрастет. Ну он может, да. После полтора года, они собаки до какого возраста вообще растут? Потому что собаки могут до двух лет. Мне кажется, он намного не увеличится. Да, но он вот здесь вчера бежал. Но прибавится он еще. Ну все, ему теперь метить. Хвост тебе надо вычистить. Что там, какашка прилипла, что ли? Нет, колтун. А, колтун. Если кто не знает, либо забыл, куратор это тот человек, который берет на себя ответственность за собаку, занимается ее лечением, прививками, содержанием, кастрацией, пристройством и так далее, отслеживанием судьбы. Он у нас на платной передержке, но для него это спасение. Потому что так ему его бы просто... Ну его бы по-любому траванули. Да, у нас недавно... Всем привет, ребят. У нас недавно был такой, как резонанс, да? Или как его назвать? Да. Собаку стреляли из мелкокалиберного, ну или пневмата, или ружья. То есть, это подсудное дело. А потихоньку ходить из карманов высыпать отраву, в принципе, как это пошло. Потому что собак очень много. Приюта у нас государственного в городе нету. Только идут... Как... Идут разговоры о его постройке. Соответственно, средств на него тоже нету. Ничего нету. А собаки есть. Ты не рассказывал, как я делал еще ролик? Нет. Ролик, который вы уже видели, который уже вышел, про собак в помощь. Это человек, Анна. У нее свой уже теперь... Она открыла она, дорога домой. У нее частный период. Всю жизнь она занимается тем, что спасает собак, лечит, пристраивает. И как бы все это делает на своей территории. Либо обращается за помощью к передержкам. Этот человек, это... Мы с ней дружим уже лет шесть точно. Иногда шутим, что этот человек меня покусал. Аня была волонтером, когда мы познакомились уже на тот момент. И спасала собак. И просто я протянула руку помощи. В свое время взяла первую собачку. Думала, ну я вот возьму одну собачку на передержку. Помогу ей. И с этого все началось. В принципе, моя волонтерская деятельность. А теперь я не могу без них, да? Ай, идем. Мишута. Идем, колей. Да ты моя собака, угрозная убийца. Да. На Ане на инстаграм и группу ВКонтакте мы оставим ссылку в описании под этим роликом. Под тем роликом, где мы ездили, мышку возили на рентген и оставляли в стационаре. То есть, ребят, кому интересно, можете переходить, подписываться на инстаграм, на группу ВКонтакте, наблюдать за ее, как бы, спасениями, работами. За ее деятельностью. Да, за ее деятельностью. То есть, и Мария Ивановна тоже там с ними присутствует. Это тоже помогает. А вы собаку эту, получается, с Аней тоже забирали, да? Да, когда я увидела, я была на работе, когда я увидела комментарии и посты в пабликах Оренбурга, он пестрил во всех лентах. И когда я увидела, то пришлось срочно что-то решать. Я позвонила Ане, на тот момент у нее машина была в сервисе. Но она нашла возможность, то есть, и знакомым приехала. Они погрузили Мишу, приехали за мной, уже забрали с работы. И мы повезли его на передержку. Ну вот, не знаю, как он жил с людьми там во дворе, кто говорит, что там злостные убийцы и людоед. Но, по крайней мере, я его вижу в первый раз. Никакой агрессии, ни рыков, ничего. Вон, ничего такого с его стороны не было. Хотя я, как бы, немножко, когда вижу первый раз собаку, проявляю опасения к ней. Это Марья Ивановна в омут с головой, их укусит, съезд да съезд. Подумаешь, опять не с 7 швов на носу. Да, то есть, ей-то пофигу, а я, как бы, ну, немножко слежу за собой. Собака-убийца. А чья собака-то ваша? Да. И как и породы? Благородная дворняга. Я ей вижу, что глаз садит голубой, а сама... Ну, у нее, возможно, что-то есть. Может, отхаски, что-нибудь. Ну, у него вот шерсть, какая прям благородная. А он, как бы, он, не, он не чейный, то есть... А, это его просто нашли? Да, ну, нашли и забрали. А, ну, правильно сделали? Хорошее дело. Нет, мы его пристраиваем. Это собака, вот, не так давно гремели, что там собака-убийца, что там всех кидается. Да? Всех подряд там. Ну, не знаю, девушка может сидеть в пабликах. Это главы, когда у людей агрессии. Новости Оренбурга, Оренбург онлайн, везде. Ну, это на какой-нибудь, там какая-нибудь княхту. Ребят, мы ищем дом, самые добрые руки, ответственные. Ему много не надо, ему достаточно будки, либо вольера, любовь и мисочку ткашки. А взамен он может вам подарить большую любовь и можете обрести самого верного друга. И позитив. Собаки лучшие людей, они верней, они искренней. Вот, поэтому присмотритесь, если кому-то приглянется. Мы с радостью вам отдадим, потому что сейчас наша самая главная цель найти Миши дом. Всем спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok